коллеги рад вас приветствовать моя фамилия нариманов зовут андрей и сегодня мы с вами в течение академического часа рассмотрим презентацию на тему построения и пир прежде чем мы эту тему начнем рассматривать я бы хотел обратить ваше внимание вот на что vpn это виртуальная частная сеть и соответственно построение не пьем это возможность использования для передачи вашей частной информации корпоративной информации публичных каналов ну например каналов интернет сервис права при этом вы должны обязательно помнить что вообще говоря вот это vpn vpn сам по себе трафик не защищает то есть випе на у нас бывают разные бывают vpn и которые защищают передаваемый трафик а бывает vpn которые его не защищают ну в качестве примеров незащищенного трафика незащищенных и пенах я извиняюсь можно привести примеры следующий например mpls vpn который для вас может строить сервис правой соответственно mpls vpn и трафик от подглядывание просматривание никак не защищает или например построение так называемых гре туннелей тоже соответственно у вас есть виртуальная частная сеть но она не защищенная соответственно мы с вами в этом курсе будем рассматривать только построение защищенных виртуальных частных сетей и собственно говоря дальше мы переходим непосредственно к изучаемый тень ну на этом слайде приведены мои исходные данные пока вы их будете разглядывать я бы хотел обратить ваше внимание еще на следующие обстоятельства значит когда мы говорим о защите трафика то существует как бы два аспекта защиты есть административный есть технически вот с точки зрения административный надо определить какой трафик подлежит защите и какими техническими способ вот вообще говоря вообще говоря строго на этот вопрос вам могут ответить юристы я поскольку не юрист то я могу только из общих соображений скажем разделить весь трафик на три разных типа первый тип трафика это так называемая открытая информация значит в данном случае под открытой информации я называю информации которая не попадает не под какие законы о защите данных не под какие государственные законы не под какие ведомственные приказы вот соответственно такая информация в данном случае будет у нас называться информация открыта. То, что она открыта, это вовсе не означает, что ее не надо защищать. Ну, например, соответственно, информация о том, сколько вы выработали за месяц бензина. Она ни под какие законы о защите информации не подпадает. Но, тем не менее, ваши конкуренты с удовольствием бы ее у вас изъяли для того, чтобы получить некие преимущества. Ну, или еще проще. Вы выплачиваете кому-нибудь премию. Эта информация тоже никакими законами не защищается. Но в компании, как правило, эта информация является весьма конфиденциальной. Поэтому, соответственно, мы с вами в данном курсе будем изучать только, как защищать можно открытую информацию. Соответственно, другой тип информации это информация, которая включает в себя так называемые персональные данные. Соответственно, понятие персональных данных появилось у нас не так давно, но, тем не менее, оно появилось. Соответственно, есть специальный закон, по крайней мере, в Российской Федерации, который говорит, что персональные данные можно защищать, только используя специальный алгоритм. Этот алгоритм называется ГОСТ-алгоритм. Соответственно, этот ГОСТ-алгоритм компании Эстера в свое время был включен в технологию, в стандартную технологию защиты сетей, которая называется IPSEC. Вот, поэтому в принципе вы можете пользоваться технологией IPSEC, но при этом в этой технологии надо использовать ГОСТ-алгоритм. Для того, чтобы это сделать, вы можете, например, использовать специальное оборудование компании Эстера. Это компания, которая, это российская компания, несмотря на такое иностранное имя, работает она в Долгопрудном и, соответственно, выпускает специальные модули в маршрутизаторы компании Сиско-Системс, либо специальные серверы, с помощью которых только и можно защищать соответственно трафик, который поддерживает, в котором есть персональные дамы. как бы вторая компания есть, израильская компания Checkpoint, она, по крайней мере, выпускает файрволы, которые шифрование с помощью ГОСТ-алгоритма тоже поддерживают. И, наконец, третий тип информации, я его назвал секретной информацией, в данном случае термин секретная информация означает, что данная информация подпадает под законы о защите информации. При этом, в этом случае вы не имеете права защищать эти данные с помощью стандартных технологий защиты, таких как IPSEC или SSM. Вы не можете использовать оборудование стандартное, такое, как устройство компании SISC Systems или устройство других вендоров Checkpoint, Alcatel, кого угодно. Вы должны эту информацию защищать только с помощью оборудования специальных компаний, которые лицензированы нашим ФСБ. Соответственно, эти компании выпускают специальное оборудование, которое поддерживает специальные проприетарные технологии защиты информации. О них в общем в открытом доступе никому ничего не известно. Поэтому говорить об этом в общем смысле не имеет. Поэтому дальше мы с вами будем говорить только о защите открытого трафика с точки зрения административной. Соответственно, этот самый открытый трафик защищается двумя стандартными технологиями. Эти две стандартные технологии используются в двух разных вариантах виртуальных частных сетей. Защищенных виртуальных частных сетей. Еще раз это подчеркиваю. Значит, вот на этом слайде приведены два типа частных сетей. Первый называется сайт или one-to-one vpn и второй называется remote access vpn. Эти два типа vpn отличаются друг от друга. Значит, когда мы рассматриваем vpn типа сайт to сайт или one-to-one это виртуальные частные сети. Иногда виртуальные частные сети принято называть туннелями. Это туннели, которые строятся между двумя равноценными устройствами. например, между двумя маршрутизаторами или между двумя фаерволами или между маршрутизатором и фаерволом. Важно, что эти два устройства равноценны. Поэтому открыть vpn туннель может любое из устройств. Вот такие vpn называются сайт to сайт или lan to lan vpn. С другой стороны, у вас бывает другой тип vpn, который называется ремонт access vpn. Соответственно, ремонт access vpn может реализовываться между, например, удаленным компьютером и вашей сетью, которая защищена маршрутизатором и фаерволом. В этом случае два этих устройства, на которые терминируется туннель, они не являются равноценными. Здесь работает технология клиент-сервер. И соответственно, в этой технологии в качестве клиента используется удаленный компьютер, на самом деле может использоваться и маршрутизатор, и фаервол, в качестве сервера используется пограничное устройство в вашей защищенной сети. Разница между сайт-то-сайт vpn и ремонт access vpn состоит в том, что в технологии ремонт access vpn вы как бы вашего клиента помещаете внутрь сети, которая защищена вот этим самым vpn сервером. То есть в этом случае ваш клиент от сервера динамически получает дополнительный IP-адрес, не публичный, а IP-адрес из вашей частной сети. Вот в чем разница между сайт-то-сайт и ремонт access vpn. При этом клиентам, как я уже говорил, не обязательно должен выступать компьютер, а может выступать и роутер, за которым будут стоять компьютеры, которые посылают трафик в открытом виде. Следующий момент, на который я хотел обратить ваше внимание, это различные топологии, которые существуют при построении виртуальных частных сетей. Значит, соответственно, топологии может существовать очень много различных, но все они фактически, можно их любые топологии свести к двум полностью противоположным топологиям. Первый тип топологии называется полносвязной топологией, или по-английски это full mesh. Вот на слайде такая топология показывает каждый пограничный маршрутизатор связан с каждым другим пограничным маршрутизатором. Поэтому при отказе любого VPN канала соответственно характеристики вашей защищенной сети ухудшаются очень мало. Потому что у любого устройства есть доступ в защищенную сеть через другие VPN каналы. Значит противоположность вот этой топологии full mesh это так называемая топология звезда по-русски или по-английски hub and spoke она называется. Соответственно hub and spoke на слайде это хорошо видно в топологии hub and spoke все ваши удаленные офисы подключены друг к другу через маршрутизатор штаб-квартиры через центр звезды через hub как правило hub это маршрутизатор который стоит в штаб-квартире компании и к нему подключаются маршрутизаторы удаленных офисов. Соответственно если вы хотите из одного удаленного офиса обратиться в другой вы должны посылать запрос через hub. ну и соответственно слабость такой топологии она тоже очевидна. Соответственно при отказе маршрутизатора hub вы теряете полностью защищенные ваши VPN соединения. То есть у вас сеть защищенная у вас разваливается. Вот. В соответствии есть показано что устройство могут получать IP адреса либо это на самом деле тропасти на которые мы с вами сейчас внимания обращать не будем. Это несущественно. Это тонкость построения VPN. следующее что нам с вами нужно рассмотреть это так называемые точки терминирования VPN туннеля. То есть у нас имеется защищенный туннель и спрашивается между какими устройствами между какими точками этот туннель будет прокладываться. Соответственно в зависимости от выбора такой точки терминирования у нас с вами будут получаться VPN разных типов. Собственно говоря вот разные типы VPN определяются разными точками терминирования. Ну соответственно наиболее старый наиболее известный способ наиболее известное место терминирования это физический интерфейс маршрутизатора или firewall. То есть я могу защищенный туннель на внешних интерфейсах маршрутизатора как бы терминировать ну как бы подключить к этим интерфейсам. В этом случае я получаю так называемый классический защищенный туннель или защищенный VPN. значит с другой стороны на моих устройствах на моих устройствах если речь идет о маршрутизаторах кроме физических интерфейсов существуют разные логические интерфейсы. Ну среди таких логических интерфейсов можно например выделить так называемые гре туннель интерфейсов. гре это generic route encapsulation это соответственно специальный протокол который позволяет создавать на маршрутизаторах логические интерфейсы. Значит если я IPsec буду терминировать на гре туннель то я уже получаю защищенный туннель поверх туннеля гре то есть сам по себе туннель гре это туннель незащищенный но если я его с помощью IPsec защищу то я получаю защищенный туннель. Соответственно разница между IPsec между классическим IPsec и IPsec на гре туннелях состоит в том что во втором случае я могу на таких туннелях использовать динамические протоколы маршрутизации. если я терминирую туннель на физический интерфейс то я могу пользоваться только статическими маршрутами никакие динамические протоколы работать в таких туннелях не будут. Значит третий тип туннелей защищенных это туннели которые терминируются на специальные логические интерфейсы которые разработаны компанией Cisco Systems обращаю ваше внимание так называемые virtual туннель интерфейсы это проприетарные интерфейсы компании Cisco Systems никакие другие компании такие туннели не поддерживают. Отличие возможности терминировать IPsec на VTI туннель от возможности терминировать его нагретом состоит в том что если я трафик терминирую на VTI туннель то мне не нужно описывать какой трафик будет защищаться а какой не будет любой трафик который идет через этот туннель он будет защищаться то есть автоматически защищается весь трафик ну и наконец есть еще один туннель который разработан компанией Cisco Systems это так называемый Cisco Dynamic Multipoint интерфейс тоже логические интерфейсы которые поддерживаются только на маршрутизаторах Cisco соответственно если я буду терминировать туннели на этот динамик Multicoid интерфейс то я получаю наиболее хорошо расширяемую защищенную сеть то есть когда у меня начинает в моей компании добавляться удаленные офисы в ней очень легко трафик их трафик не очень легко с помощью использования Dynamic Multipoint интерфейсов защищать требуются минимальные конфигурации при этом соответственно на этих интерфейсах поддерживаются динамические протоколы маршрутизации и весь трафик попадающий в туннель он защищается ну вот собственно мы с вами и рассмотрим различные способы использования защищенных туннелей в зависимости от того на какие интерфейсы эти туннели терминируются значит когда мы создаем классический туннель в этом случае этот туннель состоит из следующих стандартных элементов прежде всего у нас должен быть список доступа который называется крипто аксесс листом но на самом деле это обычный расширенный список доступа который определяет какой трафик будет направляться в туннель то есть будет защищаться а какой защищаться не будет соответственно в этом аксесс листе условия permit означает что трафик попадает в туннель условия дэни не означает что трафик уничтожается а это означает что он в туннель не посылается а посылается наружу в открытом виде в незащищенном виде это первый элемент второй элемент соответственно мы должны определить после того как у меня на интерфейсе появился interesting трафик то есть трафик который совпал скрипта аксесс листов у меня маршрутизатор начинает создавать специальный служебный защищенный канал этот канал создается для того чтобы два устройства могли безопасно обменяться информацией о том как они будут защищать пользовательские каналы то есть классический IPsec создает из двух типов каналов один служебный и два пользователя всего каналов три пользовательских каналов два потому что у меня две точки и из первой точки во вторую я могу трафик защищать одним способом а в обратную сторону другим способом поэтому собственно говоря пользовательских туннелей два вот соответственно служебный туннель защищается с помощью специального оператора который называется крипто икеф полис ну икеф это интернет кейк ченч в это версия протокола бывают икеф версии один и интернет кейк ченч версии два версия один это старая версия соответственно в старой версии интернет кейк ченч протокол назывался исакам протокол поэтому вы можете встретить крипто исакам полиси можете встретить крипто икеф полиси как правило в новых моделях маршрутизаторах это икеф а в старых это будет исакам в старых версиях хиос вот соответственно с помощью этой полиси определяются атрибуты которые обеспечивают защиту служебного тоннеля и второе каким способом мы будем аутентифицировать соседние устройства вот два элемента которые определяют описываются крипто икеф полиси после этого мы должны определить какими элементами мы будем защищать пользовательские каналы для этого используется другой элемент или если хотите другой оператор который называется крипто айпи сек трансформ сет в этом трансформ сети мы описываем как мы будем трафик шифровать и как мы его будем хешировать и наконец я все эти созданные элементы то есть соответственно крипто аксесс лист адрес соседа и крипто трансформ сет должен соединить в одно целое для этого используется еще один оператор который называется крипто карта вот я должен создать крипто карту и для того чтобы моя защита начала работать я эту крипто карту должен повесить на физический интерфейс маршрутизат вот собственно говоря из таких элементов состоит классический IPC туннель ну и вот на следующем слайде показан крипто аксесс лист видно что это обычный расширенный список доступа на такой список доступа налагается только одно условие эти списки доступа пишутся с двух сторон и они должны иметь свойства зеркальность то есть соответственно на если у меня на маршрутизаторе R1 source интерфейс 172.3.1.2 а destination 172.3.6.2 то на вот этом маршрутизаторе source и destination должны поменяться местами вот и соответственно защищаемая сеть 10.0.1.0 здесь 10.0.6.0 защищаемые сети также должны поменяться местами вот поэтому если вы попытаетесь в связи с ленью написать в аксесс листе permit IP any any у вас такие аксесс листы работать не будут это проверено многократно на практике то есть вы должны аксесс листы писать зеркаль следующий элемент крипто исакам полиси ну это вот старое написание если у вас версия иоса новая то тогда крипто икеф полиси икеф это значит версия 1 икеф 2 это версия 2 о которой мы поговорим чуть-чуть попозже значит каждая такая политика это набор строчек каждая строчка имеет номер в данном случае номер строчки 110 если у вас строчек несколько то строчки проверяются последовательно с меньшего до большего номера до тех пор пока на двух устройствах не найдется строчка в которой все элементы записанные внутри нее одинаковы если такой строчки не найдется то на этом установление служебного канала и закончится и защищенный туннель у вас не установляется значит какие элементы работают в исакамп полисе алгоритм шифрования алгоритм хеширования способ аутентификации и номер дифи хелман группы соответственно на данном слайде показано еще время жизни служебного туннеля но это элемент необязательный если вы его конфигурировать не будете его становится время жизни по умолчанию равное 86400 секундам или суткам соответственно способов аутентификации существует два пришар это использование предустановленного ключа или аутентификация по параллёту и соответственно использование цифрового сертификата RSA-SIC если я использую способ пришар в этом случае дальше я должен установить этот самый ключ и адрес соседа на который устанавливается этот ключ крипто исакам кей и адрес соседа следующий оператор который я должен установить крипто IPSEC трансформ сет трансформ сет это оператор который описывает каким образом будут защищаться пользовательские туннели пользовательские туннели носят общее наименование security association соответственно трансформ сет имеет имя поэтому на этом слайде стоит трансформ сет 10 трансформ сет 20 трансформ сет 30 это на самом деле никакой не номер это имя трансформ сета и после этого указывается алгоритм шифрования алгоритм хэшер соответственно после того как вы это указали вы попадаете в режим конфигурирования этого трансформ сета и в нем вы можете указать один из режимов работы протокола ESP или он может быть туннельный или он может быть транспортный соответственно по умолчанию используется туннельный режим отличаются они друг от друга только одним в туннельном режиме шифруется весь пакет целиком а в транспортном режиме шифруется только поле данных исходный заголовок используется для маршрутизации пакета по соответственно этим самым незащищенным открытым каналам вот после этого я должен создать криптокарту в которой должен описать три параметра аксесс лист айпи адрес соседа и трансформ сет вот соответственно криптокарты также состоят из нескольких строчек каждая строчка имеет номер при этом каждая строчка может использовать протоколы сакамп то есть служебный туннель устанавливать автоматически либо вы служебный туннель будете создавать руками но это опция которая никогда не применяется вот соответственно в криптокарте я указываю матч адрес указываю сет пир и указываю сет трансформ сет сет security association lifetime также параметр не обязательно умолчанию сутки ну если хотите можете указать и для того чтобы моя криптокарта заработала я ее должен повесить на внешний физический интерфейс криптомап srsmap после этого мой туннель начнет работать ну и вот пример конфигурации как видите к недостаткам конфигурации классического туннеля относится относительно большое количество элементов которые надо сконфигурировать вот хотя мне не кажется что это сложно но тем не менее тем не менее компания Cisco Systems считает что сложновато ну какие проблемы у вас могут возникнуть при конфигурации классических VPN туннелей прежде всего вы туннель терминируете на физический интерфейс а на физическом интерфейсе у вас кроме туннеля работают другие механизмы безопасности например работает трансляция адресов работает аксесс-лист который фильтрует интернетовский трафик работает может работать файерлоу соответственно со всеми этими элементами безопасности вы должны VPN согласовать и это в некоторых случаях является проблемой с другой стороны у вас при таких VPN нет поддержки динамических протоколов обмена маршрута о чем идет речь о том что вот этот маршрутизатор R1 ничего не знает про сеть 10.0.6.0 а маршрутизатор R6 ничего не знает про сеть 10.0.1.0 вот соответственно вот здесь я должен писать статические маршруты в эти сети ну и собственно говоря вот такие проблемы существуют при создании классических туннелей соответственно для разрешения этих проблем я могу криптокарту повесить не на физический интерфейс а на так называемый гре-туннель вот пример конфигурации здесь представлен конфигурируется довольно просто интерфейс туннель 0 по умолчанию у меня поднимается гре-туннель мне не надо никаких инкапсуляций писать по умолчанию это будет гре-туннель я указываю где туннель начинается туннель ресурс и указываю где он заканчивается туннель дистинейш все у меня гре-туннель работает соответственно каждый гре-туннель как любой физический интерфейс имеет IP-адрес естественно на вот этом и вот этом туннельных интерфейсах IP-адреса должны принадлежать одной сети а раз они принадлежат одной сети значит я могу здесь поднимать динамический роутинг протокол для того чтобы у меня заработал защищенный туннель как я уже говорил сам гре-туннель трафик не защищает я должен криптокарту повесить на гре-туннель а не на физический интерфейс таким образом таким образом я избавляюсь от необходимости согласовывать мой протокол IP-сек с аксесс-листами с трансляцией адресов с фаерволами и со всякими прочими делами мне становится работать проще с другой стороны я могу использовать динамический роутинг протокол для того чтобы мои маршрутизаторы знали про частные сети своих соседей значит какие проблемы возникают при конфигурировании криптокарт на гре-туннель если вы используете маршрутизаторы серии 29 39 или 19 они начали работать с версиями Иос 15.0 и более 0 вот в этих версиях Иоса компания Cisco Systems не разрешает на гре-туннель терминировать криптокарту просто не разрешит вам это делать вот поэтому не на всех маршрутизаторах такие туннели возможны ну и соответственно второй недостаток остается все эти самые крипто и соком полиси все трансформ сеты все эти элементы крипто аксесс листы а все все равно должен конфигурить то есть элементов все равно много поэтому следующее упрощение разработала компания Cisco Systems создав специальные туннели это проприетарные туннели компании Cisco Systems соответственно они называются Virtual Tunnel Interface на интерфейсе Tunnel 0 я должен дать команду Tunnel Mod IPsec IP IPv4 потому что для IPv6 такие туннели тоже работают вот в этом случае у меня IPsec как бы становится канальным протоколом пока IPsec не поднимется Line протокол на интерфейсе Tunnel 0 будет иметь статус W соответственно какие упрощения я получаю использую VTI Tunnel получаю два упрощения мне больше не нужны криптокарты вместо криптокарты я использую крипто IPsec профайл в этом крипто IPsec профайле указывается только один параметр transform сеть ни аксесс листы мне не нужны ни адреса соседей мне не нужны вот ну и вот собственно говоря показано как работает этот туннель тут стоит IP unnumbered можно поставить IP адрес не просто IP адрес указать вот Tunnel Source Tunnel Destination и Tunnel Protection IPsec профайл все у вас поднимется соответственно достоинством этого способа туннелирования является что мне не надо крипто аксесс-листы конфигурить крипто-карты конфигурить вместо них я конфигурирую IPsec профайл соответственно поддерживаются динамические протоколы маршрутизации при этом вот этот самый туннельный интерфейс я могу создавать статически а вообще-то говоря могу создавать его и динамически вот ну подробно я на этом не буду останавливаться но это в общем тоже достоинство такого туннеля ну в качестве недостатка можно отнести что поддерживается только IP трафик никакие другие протоколы IPX например или Apple толк защищать с помощью VTI туннеля нельзя а с помощью VRE туннеля можно вот ну это не очень большой недостаток поскольку кроме IP трафика в интернете сейчас практически ничего не осталось ну и наконец наиболее универсальный способ построения защищенных частных сетей использование механизма который называется динамик мультипоинт VPN он позволяет вам создавать туннели любой топологии фактически фактически абсолютно любой топологии с помощью dmvpn вы можете создавать вот можете использовать топологию звезда можете использовать топологию full mesh партии партии алмеж при этом соответственно туннели вы можете создавать статические можете создавать динамические можете создавать часть статических часть динамических то есть это вообще говоря наиболее универсальный способ построения туннелей соответственно какие элементы защиты входят в dmvpn прежде всего входят специальные логические интерфейсы которые называются multipoint grep второй да соответственно с помощью этих эти элементы используются для терминирования защищенных туннелей при этом такие туннели могут быть статическими а могут быть и динамическими вот следующий элемент протокол который называется next hop resolution протокол NHRP с помощью протокола NHRP я удаленным офисом могу сообщать адреса других удаленных офисов то есть если у меня имеется топология hub and spock то есть есть соответственно штаб-квартира и несколько удаленных офисов по всему миру раскидан и один удаленный офис хочет связаться установить безопасный туннель с другим удаленным офисом то он обращается в штаб-квартиру по NHRP протоколу получает от него адрес удаленного офиса и динамически на этот удаленный офис устанавливает защищенный туннель вот для чего используется NHRP протокол ну и наконец интернет кей-эксченж плюс IPC это стандартный способ защиты канала вот ну вот здесь показано на этом слайде показано как NHRP протокол работает когда у меня один удаленный офис хочет динамически установить туннель с другим удаленным офисом он обращается в штаб-квартиру получает от штаб-квартиры адрес туннельного интерфейса удаленного офиса и адрес физического интерфейса удаленного офиса этой информации достаточно для того чтобы динамически установить спок-то-спок соединение ну и соответственно пример конфигурации показан вот на этом слайде значит соответственно конфигурация роутера который работает как хаб крипто исакам полиси аутентикейшн rsa сик групп 14 и обратите внимание больше здесь ничего нет инкрипшн нет соответственно хэша нет это свидетельствует о чем это свидетельствует о том что эти параметры здесь используются по умолчанию то есть соответственно на маршрутизаторах циска имеются аутентикейшн и хэш параметры по умолчанию если вы их не указали будут использованы значения по умолчанию ну хорошо это или нет это сложный вопрос но тем не менее можно и так после этого я создаю крипто айпи сек профайл в этом крипто айпи сек профайле должен быть трансформ сет но как видите его нет что это значит это означает что у меня есть айпи сек профайл по умолчанию он просто он просто взял его по умолчанию дальше я создаю интерфейс туннель и на нем пишу туннель мод греймультипойт соответственно сорс адрес указываю дистинейшн адрес как видите не указываю дистинейшн адрес будет определяться автоматически ну туннель кей это поскольку у меня удаленных офисов несколько то для каждого офиса я создаю ключ после этого я описываю NHRP протокол NHRP Network ID на всех устройствах должен быть одинаковый Authentication пароль должен быть одинаковый и NHRP Map Multicast Dynamic команда NHRP Map связывает между собой физический адрес интерфейса удаленного и адрес туннельного интерфейса IP адрес туннельного интерфейса вот он и значение МТУ я должен уменьшить потому что у меня несколько дополнительных заголовков появляется и размер пакет сильно увеличивается соответственно для конфигурации Spock используется что Crypto Isacom Policy точно такой же Crypto IP Sec Profile на туннельном интерфейсе что меняется на туннельном интерфейсе меняется следующее значит NHRP Map Multicast Dynamic здесь я должен в NHRP мапе указать туннельный интерфейс я должен указать физический интерфейс и явно указать связь между туннельным и физическим интерфейсом Tunnel Protection IP Sec Profile IP адрес все остальное все одинаково вот то есть по сути меняется конфигурация только протокола NHRP ну и соответственно недостатком всех вышеперечисленных туннелей является главным образом что главным образом то что они все конфигурируются по-разному и поэтому если вам нужно конфигурируют разные туннели то вы должны использовать разные способы конфигурации это не всегда удобно это забывается это не помнится поэтому телекоммуникационное сообщество разработало механизм самый современный который называется FlexVPN механизм FlexVPN позволяет конфигурировать любые типы туннелей которые мы с вами рассмотрели и любые другие типы которые мы с вами еще не рассматривали с помощью использования абсолютно одинаковых стандартных операторов то есть способ конфигурирования FlexVPN туннелей одинаковый в этом его главное преимущество ну и вот здесь приводится сравнение различных туннелей вот FlexVPN поддерживает конфигурирование любого туннеля в этом его главное достоинство ну а на следующем слайде показаны стандартные элементы которые стандартные туннели которые можно конфигурировать с помощью вот этого самого FlexVPN и Remote Access VPN и сайт то сайт все это можно конфигурировать с помощью FlexVPN значит на что я хотел бы обратить ваше внимание что у FlexVPN есть два достоинства первое универсальность конфигурирования и второе о чем говорит компания Cisco Systems FlexVPN защищены от атак типа отказ в обслуживании значит в данном случае остается поверить только утверждением компании Cisco Systems потому что сам я не знаю как такие атаки реализуются на IPsec и не проверял насколько FlexVPN от них защищает значит вот на этом слайде приведены стандартные элементы которые используются для конфигурирования FlexVPN EKEF2 пропозал определяет атрибуты с помощью которых должны защищаться с сессией которые создаются интернет кейкченч версии 2 этот пропозал включается в EKEF2 полиси для того чтобы его можно было сравнивать с соседними соответственно EKEF2 пользовался полиси привязывает пропозал к соседу и ссылается на свой пропозал и они сравниваются если два одинаковых есть все будет работать соответственно следующий элемент EKEF2 кейринг ну кейринг это ящик с ключей если у вас аутентификация через предустановленные ключи вот в этом ящике эти собственно говоря ключи и хранятся при этом особенность FlexVPN состоит в том что вы можете для соседа и для себя использовать разные ключи вот раньше это было делать нельзя ключи должны были быть одинаковы сейчас можно использовать EKEF2 Profile это специальное хранилище параметров обмен которыми не проводятся при создании Security Association таких таких как адрес IPN пир метод аутентификации и тому подобное соответственно вот все предыдущие блоки EKEF2 Proposal EKEF2 Policy EKEF2 кейринг существуют значения по умолчанию для EKEF2 Profile значения по умолчанию не существует его необходимо создавать вот и этот EKEF2 Profile нужен для того чтобы его включить в IPsec Profile IPsec Profile стандартно вешается на интерфейс на dndpn интерфейс или на какой-то другой интерфейс ну и соответственно IPsec Transform Set нужен для того чтобы его включить в IPsec Profile вот такие элементы существуют во Flexi API ну и вот здесь приведен пример в топологии Hub & Spock у меня я такую же туннель создавал для dmvpn теперь я все то же самое построю на Flexi при этом соответственно между Hub & Spock у меня туннели постоянные а между двумя споками туннели создаются динамически значит что у меня здесь получается 5F2 Authentication Policy создается с каким-то именем называется Policy 1 Route и Set интерфейс Route и Set Access List соответственно это оператор который позволяет использовать маршрутизацию в этих самых Flex VPN крипто крипто ЭКФ2 профайл дефалт соответственно профайл дефалт вы можете использовать с его значениями по умолчанию но в этом дефалтном профайле вы можете какие-то атрибуты дефалтные поменять на ваши собственные то есть это достаточно гибкий механизм вот ну в данном случае здесь используется authorization групп то есть здесь используется аутентификация через сертификат вот после этого я создаю интерфейс туннель 0 вот в нем будет IP адрес negated это означает что у меня конфигурация Spock будет получать IP адрес динамически от хаба вот соответственно и защищается он с помощью IPsec профайл дефалта а если мне нужно создать динамический туннель между двумя Spock в этом случае я создаю интерфейс Virtual Template то есть шаблон по которому будут создаваться динамические туннели между двумя Spock вот ну а на следующем слайде показана конфигурация хаба отличие практически в общем-то никакого между хабом и Spock в конфигурации FlexVPN не существует они абсолютно идентичны вот собственно говоря о чем я вам хотел рассказать ну и прежде чем перейти к ответам и вопросам хотел бы вам сказать что если у вас ваш маршрутизатор поддерживают FlexVPN настраивайте FlexVPN если ваши маршрутизаторы FlexVPN не поддерживают ничего страшного в этом нет пользуйтесь DMVPN дмппн работает практически со всеми маршрутизаторами и со старыми версиями Иоса ну конфигурить будет немножко проще но работать он будет не хуже а я с вами прощаюсь субтитры субтитры Продолжение следует...